Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете программу «Тему дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Мой собеседник – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери Павел Николаевич Кондратьев. Павел Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Насколько сейчас в вашей работе необходим опыт вашей службы в ГИБДД? Много лет мы с вами, что называется, работали вместе, когда вы были в той структуре. Я, конечно, пользуюсь опытом, полученным при службе в ГИБДД, потому что дорожная деятельность, она так или иначе связана с обеспечением безопасности на дорогах. Мы в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» реализуем возможность улучшить дорожную ситуацию на территории областного центра. Как мы всегда говорим, здесь главная цель, чтобы не было человеческих жертв, да? Чтобы все были живы и здоровы, все участники дорожного движения. Цель-то какая? Она одна. Да, поэтому в рамках этого проекта мы реализуем не только улучшение дорожного покрытия, но и совершенствуем организацию дорожного движения. На чем департамент делает основной акцент в работе? Или задач столько много, что здесь основной ничего не назовешь? Задач у департамента действительно очень много. Это и ремонт или капитальный ремонт, строительство дорог, ну и содержание дорог тоже находится в нашем поле деятельности. Мы занимаемся и организацией дорожного движения, установкой знаков, светофоров, нанесением разметки. Поле деятельности достаточно широкое, тем более, что все жители города Твери и все, кто находится у нас в городе, так или иначе являются участниками дорожного движения. Или водителем, или пешеходом, или пассажиром. Ну, эти изменения, они заметны всем горожанам и гостям города. А каких изменений в благоустройстве областной столицы ждать жителям Твери в 2022 году? В текущем году реализуется национальный проект безопасной и качественной дороги. Также реализуется закон Тверской области о статусе города Твери, удостоенного почетного звания город воинской славы. В рамках этого проекта тоже осуществляется ремонт дорог и тротуаров. Всего 49 объектов по безопасным и качественным дорогам будет сделано. Это более 50 километров дорог на территории областного центра. На трех объектах протяженностью 3,5 километра запланирован капитальный ремонт. На 32 объектах работы уже начаты и находятся в различной степени готовности. Где-то только начато фрезерование верхнего слоя дорожной одежды, то есть асфальтового покрытия. Где-то уже уложен асфальт окончательно и даже нанесена разметка. Каким образом определяется первоочередность, то есть составляется какой-то мониторинг, какие дороги пришли в негодность, что это за дороги, какое внимание уделяется дворовым территориям? Вообще, с перечень дорог, попадающих под программу, ремонт, он расписан на несколько лет вперед. Конечно, он оперативно редактируется, если появляются какие-то болевые точки или необходимость отремонтировать ту или иную дорогу. К сожалению, все одновременно дороги сделать невозможно, поэтому мы подходим к этому в плановом порядке и делаем районом. Например, вот в текущем году будет отремонтирована дорога в микророне Южный. Вот, например, бульвар Гусева будет отремонтирован от улицы Королева до выхода его на Октябрьский проспект. Там было неудовлетворительное состояние дороги, да? На текущий момент неудовлетворительное состояние дороги, но скоро начнется ремонт этого участка, и появятся тротуары, появится освещение. В районе 49-й школы тоже будет построен, вернее, отремонтирован тротуар, установлено ограждение, установлены соответствующие дорожные знаки, нанесена разметка. Вот, кстати, Павел Николаевич, Вы сказали и про тротуары, и про освещение. Действительно, безопасные дороги – это проблема комплексная. Это не только хорошее асфальтовое покрытие, да, к чему мы привыкли, о чём мы постоянно говорили. Помните, мы в свою бытность мерили эти ямы, даже вот с метром ходили, какая глубина яма и ширина. Были такие дороги в Твери, к сожалению. Но это ещё и дорожные знаки, как Вы сказали, и тротуары. Это освещение – это целый комплекс. То есть, если идёт ремонт дороги, значит, идёт и инфраструктура вокруг этой дороги, вокруг этого асфальтового покрытия. Да, самая частая проблема, возникающая после укладки нового дорожного покрытия, – это превышение скоростного режима. Да, это часто бывает. Водители движутся со скоростью несоответствующей дорожной обстановки. То есть, где-то через жилую зону, через жилой квартал проходит дорога, где-то мимо школы. Там устанавливаются искусственные дорожные неровности, чтобы успокоить транспортный поток, чтобы он двигался с небольшой скоростью. И здесь мы должны действовать в рамках закона о безопасности дорожного движения, закона об организации дорожного движения, где временные потери – это второстепенно по отношению к безопасности. – Угу. Учитывается ли пожелание жителей областной столицы? Звонят ли вам люди с предложениями, может быть, с какими-то жалобами? Вот отремонтируйте здесь или здесь пришел тротуар в негодность? Как учитывается пожелание людей? Конечно, поступает очень много обращений с жалобами на качество дорог, на отсутствие покрытия, на то, что дорога давно не ремонтировалась. Если приводить конкретный пример, то дорога, вернее, проезд от Паши Савельевой до школы номер 15 в юности, этот проезд находится в неудовлетворительном состоянии. Там ямочность на дорогах, тротуар пришел в негодность, проблемы с ливневой канализацией, обращений много было. Поэтому мы приняли во внимание это, и с 1924 года этот проезд перенесли на 1922. – Ага, то есть в первую очередь. – Уже в этом году мы планируем эту дорогу отремонтировать, привести в порядок. – Если что-то не делается, это та же самая пресловутая нехватка денег или как, к которой мы привыкли? – Да, конечно. Количество объектов, ну, улиц, проще говоря, и проездов ограничено размером финансирования, предусматриваем на тот или иной год. Если это финансирование позволяет включить, вот как в этом году позволило включить, допустим, проезд к 15-й школе, мы его будем делать, будем реализовывать, чтобы улучшить эту дорогу. То есть это не всё от нашего желания зависит, это и финансовые возможности тоже. – Качество дорог вы проверяете сами, вы выезжаете в город, чтобы определить, что в первую очередь, что во вторую. Ваша работа, так понимаю, это совершенно не кабинетная должность? – Конечно, мы выезжаем сами, ну, на всех этапах, на всех этапах ремонта присутствуют организации, которые осуществляют строительный контроль. То есть осуществляется контроль и применяемых материалов для ремонта дорог, на соблюдение технологий, которые предусмотрены для таких, ну, такого вида деятельности. Ну, и, конечно, всё это, каждый объект курирует специалист департамента дорожного хозяйства нашего. То есть, ну, у специалиста не по одному объекту, то есть, ну, практически круглосуточно объект находится под контролем и сотрудников департамента тоже. На приёмку работ выезжает уже руководитель департамента, начальник или заместитель. И, конечно, принимают участие общественные организации тоже, общественные деятели, которые пожелали принять участие в приёмке дорог. Делают замечания, мы их устраняем. Ну, это самое главное, потому что, да, Павел Николаевич, помните, когда-то несколько лет назад была уже народная примета, как только тает снег по весне, значит, вместе со снегом сходит и асфальт. Потому что он был уложен непонятно когда, перед Новым годом надо было осваивать средства. Павел Николаевич, мы в предыдущей части программы затронули вопрос качества дорог. На сколько лет укладывается новый асфальт и в каких случаях прерывается, что называется, работа этого нового асфальта? Гарантия на ремонт до 7 лет. В течение этого срока подрядная организация должна нести ответственность по гарантийным обязательствам за то, что они сделали. Будь то дорожное покрытие, разметка. Как результат, что мы видим, какие результаты работы нашей за предыдущие годы? По весне ям стало меньше, то есть меньше стало улиц проблемных. Если раньше это был практически весь город, то есть до начала этой компании ремонтной, то сейчас ям стало меньше. Это говорит о качестве работы, о качестве асфальта. Да, это говорит о качестве асфальта, о том, что все-таки, несмотря на ограниченность финансирования, дороги в городе становятся ровнее и качественнее. Жалоб много на те дороги, которые стоят в плане на текущий год. Допустим, улица Индустриальная, большое количество жалоб, и мы проводили аварийный ремонт, в том числе и в зимнее время этой улицы, частично. Но вкладывать бюджетные средства и делать, как говорится, как следует, нет смысла, потому что дорога вот-вот начнет ремонтироваться уже капитально и меняться весь асфальт, а не просто какие-то отдельные локальные разрушения. Такие же, если проедем мы по бульвару Гусева, там тоже покрытие в настоящее время достаточно разрушено, большие ямы, но эта дорога вот-вот начнет ремонтироваться, и там будет новый асфальт и новая разметка, и новые знаки. Бывает ли такое? Ну, бывает, что мы видим это в городе, мы все участники дорожного движения, когда абсолютно новый асфальт, который лежит год или два, как вы сказали, из семи лет гарантии, неожиданно вскрывается, потому что прорывает трубы. Можно ли здесь как-то наладить взаимодействие с той же Тверской генерацией, с водоканалом, чтобы как-то совместно действовать и проверять? Или же они, те организации, должны проверять состояние труб каждый год, и когда выявляется нарушение, они вынуждены вскрывать то, что положили дорожники? Ежегодно и в Тверской генерации, и водоканалом проводятся гидравлические испытания сетей, и при выявлении аварий происходит, конечно, их ремонт, и чаще всего это связано с разрытием, разрытием на проезжей части или на тротуаре, и иногда это бывает по асфальту, который находится еще в очень хорошем состоянии. В соответствии с правилами благоустройства города Твери, организация, которая осуществила по тем или иным причинам разрытие дорог или нарушила благоустройство для ремонта подземных коммуникаций, обязана восстановить в прежнем виде все. За свой счет. За свой счет. Уложить соответствующие дорожные одежды, осуществить уплотнение, уложить асфальт того же качества и привести дорогу в состояние как до разрытия. Но зачастую это бывает не всегда такого качества. Как первоначально было, да? Да, как первоначально. Поэтому на дорогах в основном проблемы из-за каких-то аварий на подземных коммуникациях и последующих разрытий. Часто горожане задают вопрос относительно качества, относительно того же асфальтового покрытия. Можно ли по новым технологиям укладывать асфальтовое покрытие в непогоду? Мы часто замечали, когда идет дождь, работают дорожники, кладется асфальт или снег. Аварийный ремонт в зимнее время. Ну, в зимнее время у нас без снега в нашем климате невозможно. Аварийный ремонт локальных разрушений возможен при помощи литого асфальта. Есть такая технология. И, как показывает практика, технология достаточно хорошо выручает нас всех, спасает от ямочности тогда, когда невозможна укладка горячего асфальта. И водители, и пользователи дорог передвигаются по дорогам до настоящего ремонта, до хорошего ремонта, достаточно безопасно, безаварийно. Такие работы проводились на проблемных участках в течение всей зимы. И на той же улице Индустриальной, на том же бульваре Гусева, мы держали дорогу в состоянии, которым можно пользоваться в течение зимнего периода. То есть мы делаем еще раз акцент, это аварийный, так называемый ямочный ремонт. При работе по более масштабному ремонту возможна небольшая влажность, когда асфальт укладывается асфальтоукладчиком. В любом случае, как я уже говорил, на всех этапах работает стройконтроль. И если стройконтроль разрешает, организация строительного контроля разрешает укладывать асфальт в ту или иную погоду, значит, это соответствует требованиям технологий. В любом случае, после укладки асфальта в рамках приемки, осуществляется отбор проб того, что у нас оказалось на дороге. Проверяется в том числе и влажность отобранных проб. И если влажность превышает допустимые нормы, то работы не принимаются, и организация уже переделывает то, что сделано некачественно. Жители города нередко задают вопрос относительно люков, которые появляются на дороге. Вот вроде бы ровная дорога, а люк, например, провален, и возникает какая-то яма. Здесь как с этим можно бороться? В метре от центра люка ответственность за содержание территории, вот этой вот метровой территории, несет владелец коммуникации соответствующей, будь то это люк водопровода или люк связи, или люк газового хозяйства. Ответственность несет именно та организация, кому прилежит подземная коммуникация. Мы отслеживаем состояние люкового хозяйства и делаем, даем предписание, делаем замечание о необходимости ремонта того или иного объекта. И организация по мере своей возможности это восстанавливает. Если организация не восстанавливает, то принимается соответствующие меры административного воздействия, доступные нам, то есть это и предписание, и представление. В любом случае в рамках проекта безопасной качественной дороги люковое хозяйство восстанавливается, и устанавливаются современные люки, которые уже позволяют более долговечно сохранять вот этот объект в надлежащем состоянии. Но здесь тоже зависит от качества подземных коммуникаций, да, чтобы не было пустоты. Многое зависит, многое зависит. То есть здесь все в комплексе опять решаете и смотрите, и взаимодействуете, и исправляете, да? Да, работа сложная и объемная. Сотрудники ГИБДД вот в нашей программе неоднократно говорили, что сейчас в городе планируется так называемая установка зеленой волны, когда вот, чтобы это было удобно автомобилистам, удобно пешеходам. Входит ли вот эта зеленая волна в так называемую интеллектуальную транспортную систему, которая будет внедряться в нашем городе или уже внедряется? Да, на текущий момент заключен муниципальный контракт, соответствующий по внедрению на территории города Твери интеллектуальной транспортной системы. Это система, которая использует инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков. И предоставляет конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышает уровень взаимодействия участников дорожного движения по сравнению с обычными транспортными средствами. Как это все будет выглядеть? Да, вот на примере какой-то, может быть, даже центра города. По городу будут установлены датчики, которые будут отслеживать интенсивность движения на том или ином перекрестке. Всего их будет около 60. Светофоры, которые будут подключены к интеллектуальной транспортной системе, будут оборудованы новыми контроллерами, которые будут через спутник, через систему GPS или через иную систему взаимодействовать с серверным оборудованием. И оператор может онлайн светофоры регулировать как вручную, так и в автоматическом режиме. То есть задавать определенную программу, регулировать транспортные потоки. Допустим, если на перекрестке с одного потока пусто, с одной стороны пусто, а с другой стороны затор, этот затор возможно регулировать, не выходя из кабинета, оператор будет иметь такую возможность. То есть оператор будет видеть на мониторе, где что происходит, да, или будет сигнал какой-то откуда-то поступать? Система позволяет и вручную это отслеживать, то есть при помощи мониторинга операторам, или автоматически. То есть это значительно разгрузит, да, транспортные потоки, если где-то будет образовываться? Это будет систематизировать дорожное движение в том плане, что и зеленая волна может быть организована таким образом, чтобы светофоры включались поочередно. Ну все представляют, что такое зеленая волна. Это когда водитель, отстояв положенное время на одном светофоре, дальше уже встречал по дороге зеленые сигналы и двигался без превышения скорости, то есть какой-то установленной определенной скоростью, будь то там 30 или 40 км в час, но двигался без остановки до пункта назначения. Это просто фантастика. Когда ждать участникам дорожного движения это чудо? Начало реализации это текущий год, в следующем году по плану работа должна быть закончена. Так называемые умные светофоры, опять же таки, да, которые сейчас появились в городе, что планируется еще? Это система инновационная, большая, большой проект, но пока она находится в стадии реализации, что мы делаем не в рамках инновации, а, как говорится, по старинке. По старинке устанавливаются новые светофоры. Например, в прошлом году было установлено три светофора. У нас многие пешеходные переходы через проезжую часть являются достаточно аварийно опасными. И по предложениям ГИБДД, исходя из анализа аварийности, три светофора в прошлом году было установлено. В этом году также было установлено три светофора на улице Горького, на пересечении 15 лет октября и набережной реки Лазурь, и на перекрестке освобождения, улице Освобождение, улице Кладская. Там на этих улицах прошел ремонт, транспортная привлекательность этого узла повысилась, выезд со второстепенной дороги стал затруднен по причине того, что интенсивность дорожного движения повышена. В связи с этим там введено светофорное регулирование, и, в общем-то, жалоб, как таковых, на какие-то необоснованные транспортные задержки из-за этого светофора у меня на памяти нет. В общем-то, они, скорее всего, не поступали. Тем более, что по анализу аварийности за 2021 год этот перекресток был аварийно опасным. Там произошло три ДТП, в которых четыре человека получили ранения. Мы на основании анализа аварийности проводим свою работу по ликвидации очагов мест концентрации ДТП. Например, все-таки была найдена возможность, в том числе финансовая и техническая, установить светофор на пересечении улицы Бебеля и улицы Ефимова. Там, несмотря на то, что по внешним признакам перекрестка, как перекресток установлены дорожные знаки приоритета, то есть все как бы понятно. Но, тем не менее, на данном перекрестке, особенно после введения, ну, несколько лет назад, двустороннего движения по улице Бебеля, стало происходить большое количество дорожных происшествий. Тоже по рекомендации ГИБДД мы нашли возможность и установили там светофор. А вот эти светофоры, светофорные объекты на крупных перекрестках, когда пешеходы идут одновременно, да, по всем направлениям, в это время транспорт стоит. Это вообще улучшило аварийную ситуацию вот в этих местах? Да, конечно, это улучшило ситуацию. И здесь хотелось бы напомнить о том, что, в общем-то, введение в отдельную фазу светофорного регулирования, когда транспорт со всех сторон стоит, а пешеходы идут по всем пешеходным переходам, обусловлено необходимостью разделить пешеходные и транспортные потоки. Потому что пешеход, переходя дорогу на зелёный сигнал светофора, практически незащищённый по правилам дорожного движения, не должен даже убеждаться, хотя все, кто связан с безопасностью дорожного движения, рекомендуют всякий раз, выходя на проезжую часть, убедиться в безопасности. Но по правилам дорожного движения пешеход может как бы никуда не смотреть. Ну, это вопрос безопасности самих пешеходов. Они должны понимать, что это место повышенной опасности. Но, тем не менее, чтобы таких конфликтных точек избежать, вводят третью фазу, в том числе и на крупных перекрёстках. На тех перекрёстках, которые остались ещё с... По старинке, да? Да, по старинке, а с одновременным движением транспорта и пешеходов, то есть транспорт поворачивает направо-налево, пешеходы идут, установлены специальные белолунные сигналы, предупреждающие водителей о необходимости пропустить пешехода в случае, если он идёт по пешеходному переходу. То есть это говорит о том, что на данном перекрёстке одновременно включается зелёный сигнал светофора для пешехода и для водителя. А вы, вот, рассказывая о нововведении в городе, о том, что сделано, часто упоминаете сотрудников ГИБДД. Раньше, я помню, взаимодействие сотрудников ГАИ с властью заключалось в количестве предписаний, что мы пишем предписания, те либо делают, либо не делают. Насколько сейчас эффективно ваше взаимодействие? Помимо административного взаимодействия, то есть помимо переписки, мы стараемся решать вопросы оперативно. То есть, учитывая то, что все мы делаем одно дело, это стараемся обеспечить безопасность движения на наших дорогах, мы обмениваемся информацией, ну, буквально, как говорится, онлайн. То есть, это или в рабочих чатах, либо по телефону передаём друг другу информацию о необходимости устранения тех или иных недостатков. То есть, где-то упал знак, где-то погас светофор, оборвался провод, дорожное происшествие требуется, помощь дорожных служб по приведению дороги в порядок, или ещё какая-то помощь требуется со стороны госавтоинспекции или со стороны департамента дорожного хозяйства, мы эти все вопросы решаем достаточно оперативно. В том числе и по устранению недостатков, то есть, приведению в соответствии с требованиями государственных стандартов, установки знаков или светофорного регулирования, идёт обсуждение, активное обсуждение распределения фаз светофора, где-то нужно добавить, где-то сократить ту или иную фазу, чтобы при обеспечении безопасности дорожного движения всё-таки минимизировать транспортные потери, потери времени водителей при движении по городу. Если житель города заметил какой-то недостаток или хочет что-то вам предложить конструктивно, по каким телефонам вам можно звонить в департамент? Можно звонить по телефону 3608-85. 3608-85. Это приёмное департамент дорожного хозяйства. Сообщать можно оперативно по этому телефону. Или писать на электронную почту обращение. Каждое обращение рассматривается и по мере возможности уже принимают соответствующие меры. Обращения поступают много. Они носят достаточно разный характер. То есть это где-то повреждение дорожного полотна, где-то необходимость отремонтировать ту или иную улицу. К сожалению, остались грунтовые улицы на территории города Твери, где требуется укрепление, либо укрепление дорожного покрытия, либо разравнивание неровностей грейдером. Такие обращения тоже мы рассматриваем. И при наличии возможности ставим, ну потому что обращений много, ставим в очередь. При наличии возможности направляем технику. Павел Николаевич, программа подходит к концу. Ваши пожелания жителям столицы Верхней Лужи? Я хочу пожелать всем жителям и гостям столицы Верхней Лужи безопасных и качественных дорог. Каждый должен заботиться не только о себе, но и о других. И быть вежливым, внимательным, предупредительным на дорогах. Понимая, что все мы должны приехать и прийти к месту назначения безопасно. Вернуться домой живыми и здоровыми. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери Павел Николаевич Кондратьев. Спасибо. Будьте здоровы.